Астрид Линдгрен Композитор Георг Ридель Оператор Рольф Линдстром Режиссер Оле Хелбом Сегодня Как Эмиль корову перехитрил Я тебе помогаю, мама? Ты довольна? Да, я очень довольна Счастье, что ты со мной, когда остальные уехали Да, повезло тебе И еще, я помогаю стирать белье Мама! Вот сейчас хорошо прополоскалась Да Мама, а для чего нужны цветы? Для чего нужны цветы? Чтобы расти и радовать нас А пользы они не приносят? Нет Пользы не приносят Цветы растут, потому что я их люблю И поэтому тоже Для того, чтобы ими любовались На свете должны быть не только полезные вещи Мама! Это для тебя! Ты хочешь подарить это мне? Да Ты всегда такая добрая А по-твоему, я красивая? Нет На самом деле не очень Но в венке ты выглядишь мило Я думаю, тебе он идет больше Вот так Она прекрасна, как божий ангел Но не надо ей танцевать Черти этого не любят Им придется иметь дело со мной Надо быть послушной Несмотря ни на что Нет Танцевать дурно Как тихо и неуютно, когда Эмиля нет дома Да Ты права Без него как-то пусто С Эмилем как с цветами, правда? Он не приносит пользы Но мы его любим Да, это правильно Я все время думаю, каких глупостей он натворит на аукционе В этот день Эмиль на аукционе в Бакхорве Перевется участвовать в распродаже Он покупает старую лопату для хлеба Хотя знает, что в каткульте уже есть одна Окаянный мальчишка Что ты еще натворил? Зачем тебе пожарный насос? Ты можешь объяснить? Кто будет за все это платить? Я сам У меня есть деньги Стой Что ты сказал? Откуда у тебя деньги? Я работал сегодня привратником Ах так Покажи-ка Хорошо Но будь разумным и не покупай ненужный хлам Альфред тоже доволен, потому что очень любит настоящие драки Для жителей Смоланда аукцион без драки только половина удовольствия Наконец начинается продажа скота Папа Эмиля хочет купить молочную корову Предложено 74 Но эта корова в расцвете сил Кто готов повысить цену? 75 Слышу, 75 Кто больше? 76 76 Хорошая цена 76 крон Слушай, приятель, ты уже купил шестерых Не хватит ли? Последнюю хочу купить я 76 крон 50 эре 76 крон 50 эре Кто больше? 77 77 крон Кто больше? 77 крон Раз 77 крон Два 77 крон Три Стой 80 крон 80 крон Кто предложит больше? Ладно, забирай ее И заберу Раз Два Три Корова Релла продана за 80 крон хозяину Катхульта Итак, дорогие друзья, теперь на очереди 15 кур Кто начнет? 10 крон 10 крон Кто больше? Я 11 крон 11 крон 11 крон Раз 11 крон Два 11 крон Три За 11 крон куры проданы в Бастефаль Хромную курицу можете зарезать Какой глупый Лота-хромоножка, лучшая несушка Даю 25 эры за лоту-хромоножку Негодник Хватит дурацких покупок Ты будешь сидеть в мастерской в два раза дольше Так и знай Аукцион подходит к концу Все собираются домой, гордые, приобретенными сокровищами Эта покупка была удачной Я слышал, что это отличная несушка Я ее купил Потому что поговорил с сыном прежнего хозяина Это хитрый ход Твой папа очень удивится Хватит дурацких Стой Стой, стой, скотина Идем Лучше отпусти веревку и пусть бежит куда захочет Так будет лучше для вас обоих Стой 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 Остановись Нет Корова сбесилась, ничего не поделаешь У кого есть ружье Я ее пристрелю Папа Эмили чувствует себя скверно Потому что от бешеной коровы Никакой радости Это знает не только он Это знают все крестьяне Вот ружье, но стрелять ты будешь сам Заряжено? Конечно, заряжено Ну, начнем Антон, может, передумаешь? Жалко все-таки Я бы подождал Папа, подожди Если она тебе совсем не нужна Подари ее мне Я попробую с ней справиться Что ты сделаешь с бешеной коровой? Не хватит ли на сегодня дурацких сделок? Не стреляй в нее Пожалуйста Мне так хочется иметь эту корову Что ты скажешь об озорнике? И зачем она ему? Если сумеешь привести ее в катхульт, я согласен Но берегись Если она сломает коровник Бешеная тварь Сколько ты заплатишь, если я погоню твоих коров до катхульта? 25 я бы дал Договорились У Эмиля отличная идея Если он погонит шесть коров, которые купил крестьянин из Бастефали Вместе с Релой То Рела будет вести себя смирно Как ягненок Только Эмиль понял Релой печалилась и сердилась только потому, что ее разлучали с другими коровами Помоги мне, Альфред Мне надо пригнать Лукаса Теперь во всей Лённеберге Меня всю жизнь будут считать глупцом из-за коровы Пошли! Пора домой в катхульт! Ступай за ним, Орела! Этот парнишка из катхульта Совсем не глуп Он все понял совершенно правильно Великий скотовладелец Эмиль Свенсен Теперь у тебя есть лошадь, хромая курица и бешеная корова Что бы ты хотел еще? Смейся, а я еще что-нибудь раздобуду Маленький черный котенок играет с мячом Высоко прыгает поросенок Желтый цыпленок гуляет по двору Пестрые телята едят зеленую траву Белый ягненок дремлет А маленькая Ида любит их всех Белый холост От� stсссссс у Париж П Π 됐 steernen Поехал Поехал Сыщссс perché Голос Скорсссс Симпровền Вцсссс Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это тебе Яйцо, лото, хромоножки и молоко, Реллы Возьми Хорошая лопата для хлеба, Эмиль Ты ведь даже не знал, что моя старая лопата вчера сломалась Это она? Да Теперь она годится только на дрова Антон, какой умный мальчик, Эмиль Он купил новую лопату для хлеба Если будешь надо мной смеяться, у тебя тоже заболят зубы Может, добрый хозяин вороньего хутора не будет смеяться, а посочувствует Он подходящий муж для тебя Старый хрыч, ему уже 50 лет, а мне только 25 Ты думаешь, мне нужен муж, который в два раза старше меня? Это ничего не значит, Лин, он может быть очень хорошим Но послушай, сейчас еще ничего Но когда мне будет 50, ему будет 100? Боже, упаси Что же я тогда буду с ним делать? Да, считай, ты умеешь, вот бы умела еще и думать Что за бессмысленная покупка? Старая шкатулка Эмиль, я не могу открыть шкатулку Смотри, как здорово, Ида Если мне понадобится написать письмо, у меня есть целая куча готовых Маленькой Иде очень нравится шкатулка Она кладет в нее наперсток, ножницы, голубую стекляшку и красную ленточку Ну все, спасибо, я пошел в мастерскую Но ты не заслужил сегодня наказание, ведь ты купил уйму нужных вещей Нужно это признать Не надо, папа, раз сказано, значит сказано Довольный собой и этим днем Эмиль идет в мастерскую, чтобы вырезать нового человечка В это время довольный орел лежит вместе с другими коровами на лугу А лота хромоножка сидит на своем насесте в курятнике Проклятый, еще раз Проклятый, еще раз Проклятый, проклятый Тьфу, черт Тьфу, черт Подожди, я должен подумать Можно еще сказать свинство Швинство Неправильно, свинство Это еще не все Еще много Дрянь Дрянь А еще можно Иди к черту Это особенно плохо Как это говорится? Как? Иди к черту Иди к черту Черт возьми Черт возьми Замолчи, Ида Проклятый мальчишка Учит сестру ругаться Нет, я не учил Я только сказал, что нельзя говорить слово проклятый И что плохие слова нельзя говорить А надо бежать от них, как от чумы Это, конечно, хорошо, Эмиль Чушь Проклятый сорванец Сначала он учит сестру ругаться А потом выдумывает отговорки Не понимаю Это был чудесный день Я совершил очень выгодные сделки Сначала я был привратником Потом я купил лопату Которая пригодилась маме И красивую шкатулку для Иды Корову, которая дает молоко Это молоко можно пить И из него можно приготовить Много-много сыра И, наконец, несушку Которую уже снесла для папы яйцо Теперь я не пропущу ни одного аукциона Кто знает, что мне удастся там заполучить? КОНЕЦ Роли исполняли Ян Олсен Лена Висборг Аллан Эдваль Эми Стром Карл Сталёк Маут Хансен Бьёрн Густавсон Совместное производство Svensk Film Industry Stockholm И RV Produktion München Конец седьмой серии На русский язык Фильм озвучен студией Пифагор По заказу ГТРК Культура В 2004 году Продолжение следует...